Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сразу хочу воспользоваться ситуацией, поздравить всю мужскую половину человечества с праздником. Мужики, так держать. Что касается женщин, то все впереди. 8 марта уже не за горами, разумеется. Доберемся мы ей до этого дня. И поздравления будут и для вас. Предлагаю вернуться на финансовые рынки и проанализировать вчерашнюю торговую сессию. Потому что вы сами прекрасно видели, волатильность особенно по британцу была значительна. И как следствие, ту динамику, которую мы наблюдали в паре фунт-доллар, она нашла свое отражение еще и на динамике евро. Собственно, обо всем поговорим подробнее, конкретнее, когда переключимся непосредственно на те активы, которые мы анализируем в нашей каждодневной спекулятивной деятельности и в ходе такого же каждодневного эфира наших брифингов. Начнем мы сегодня с динамики нефти. Давайте подведем итоги вчерашнего дня. Мы видим то, что бренд вчера снова подрос, плюс 6%, клоус 34,60%. На текущий момент бренд торгуется на отметке 34,14% и мы видим, что в принципе понемногу снижается. Канал сохраняется неизменным 30,35%. Мы знаем то, что нужен сейчас какой-нибудь стоящий триггер, катализатор для того, чтобы протащить этот актив к более приемлемым для нас ценовым ориентирам. Потому что мы хотим все-таки увидеть бренд и WTI ниже 30-ки, потому что наша идея по-прежнему остается весьма амбициозной. Это в районе 25. И судя по позиционированию со стороны рейтинговых агентств и многих инвестбанков, эти цели пока не меняются. А что касается восходящей динамики, с чем можно было связать тот рост, который мы наблюдали? Я думаю, что в какой-то мере это резонанс статистики по количеству буровых в США. Вы знаете то, что количество буровых снижается, это нормальная тенденция, потому что американские производители используют сланцевую технологию добычи. И текущие уровни в плане цены, конечно же, не позволяют этому бизнесу функционировать и существовать на уровне рентабельности. Поэтому количество буровых за последний год-полтора существенно просело. Больше, чем в два раза. Можно даже сказать, уже в три раза. Но что касается того, влияет ли сокращение количества буровых на запасы нефти в США, вы знаете то, что нет. Потому что каждую неделю мы с вами анализируем цифры по количеству нефти по версии API, а потом переключаемся уже на официальный отчет от Минэнерго США. И даже несмотря на такое количество сейчас буровых станций, все равно объемы добычи остаются очень высокими в рамках американской экономики. И запасы, мы констатировали еще неделю назад, в контексте всех терминалов, которые завязаны на хранение нефтяного сырья, сейчас превышают 500 миллионов баррелей. Это не что иное, как исторические максимумы. Вот вам и следствие сокращения количества буровых. То есть, логика здесь не работает. Если кто-то считает, что сокращение этих станций будет в конечном счете приводить к тому, что объемы производства будут падать, я советую вам отказаться от такой идеи, потому что очень много можно потерять. Пытайтесь найти оптимизм и позитивные обстоятельства, основания для роста нефти там, где их вообще нет. Поэтому по бренду я снова возвращаюсь к идее того, что у нас остается в качестве ключевого фактора давление негатива. Это состояние переизбытка. Были договоренности в рамках Катара, Венесуэлы, соответственно, Саудовской Аравии, России. Договоренность ни к чему не привела. Решили заморозить. Ну и что толку? Заморозка, мы с вами анализировали эту ситуацию, она не решает также проблему с переизбытком нефти. Поэтому давайте следить дальше за нефтью. Уже через неделю я приложу вам новые цифры по количеству объемов производства. Но я думаю, что нам все равно уже можно будет готовиться, что в рамках ближневосточного картеля непременно будет количество выработки со знаком плюс, потому что мы помним пропозицию Ирана о том, что они увеличат объем поставки больше, чем на 500 тысяч баррелей в сутки в перспективе ближайших шести месяцев. И судя по тому, как рьяно они сейчас отстаивают эту идею и как активно наращивают объем производства, задействуют производственные мощности, у них все выходит и идет четко по плану. Поэтому мы готовимся к тому, что в 2016 год Иран закроет с объемами производства около 3,3, а может быть даже 3,4 миллиона баррелей в сутки. Это очень много. Учитывая то, что в рамках всего ОПЕК, в принципе, картель уже давно вышел за те квоты, которые были определены ранее, 30 миллионов баррелей в сутки. И я думаю, что можно даже готовиться уже не к 33 миллионам баррелей, то есть больше, чем на 3 миллиона превышения квоты, а к показателю еще выше. Поэтому еще раз давайте резюмируем общий фундаментальный фон. Совершенно очевидно складывается по-прежнему картина, указывающая на то, что черное золото нужно распродавать. И поскольку мы традиционно замахиваемся на долгосрочные ориентиры, я призываю вас к тому, чтобы не поддаваться на возможные ложные локальные бычьи выпады, понимая то, что это всего лишь попытка сыграть на каком-то, может быть, спекулятивном интересе, но эти попытки очень быстро сходят на нет. А вслед за движением вверх на 10% мы наблюдаем очень часто точно такую же коррекцию вниз. Канал держится. Я надеюсь, что в ближайшие пару недель мы сможем пробить его все-таки с точки зрения поддержки и двинуть ниже 30-ки. К тому же из актуальных новостей у нас по-прежнему даже на этой неделе запасы нефти. В частности, завтра у нас сразу АПИ ранним утром, можно даже сказать ночью по московскому времени. И во второй половине дня уже данные от Минэнерго США. Вот, соответственно, посмотрим затем, какие цифры выйдут, как они отразятся в динамике Брента. И в четверг утром мы вернемся к этой статистике и подведем итоги того, что же ожидать дальше и с чем мы сейчас имеем дело с точки зрения фундамента. Поэтому, думаю, посыл ясен. Нефть распродаем. И, соответственно, если связать, опять же, динамику Брента с курсом российской валюты, здесь не будем останавливаться в очередной раз, потому что ничего не меняется, ничего интересного за прошлый день не произошло. Учитывая наши присутствующие ожидания того, что Брент будет снижаться дальше, значит, настраиваемся на еще один вектор девальвации. Смотрим, как поддержка 75 против доллара по рублю держится. И налоговый период, думаю, что даже у него не хватит оселенок, чтобы поспособствовать укреплению курса российской валюты и, соответственно, уходу ниже 75. Но даже если это и будет, то, скорее всего, в формате консолидации, легкой проторговки и ниже пара уж точно не закрепится. Потому что у нас ориентиры по нефти очень мрачные, и эти ориентиры будут вытаскивать пару с этих минимальных значений, толкать к нашей ближайшей цели, которая маячит в уровне 80 против доллара. Далее идем. Европейская валюта против доллара также. Главный валютный риск. Вчерашняя торговая сессия очень динамичная, волатильная с точки зрения, опять же, диапазона хода в рамках одной торговой сессии. И в целом мы констатируем закрытие евро в красной зоне. На текущий момент пара торгуется на отметке 1.10.32. Чуть-чуть мы не добрались до поддержки 1.10. Но, судя по тому, как разворачиваются в последнее время, скажем, с точки зрения волатильности торги, получается, что поддержка 1.10 может пасть в самое ближайшее время. Дождались мы снижения евро к этой отметке. И очень хочется, чтобы в ближайшее время мы не увидели никаких снова активизированных панических настроений на финансовых площадках. Потому что, если это произойдет, трейдеры тут же начнут снова убирать свои капиталы в защиту. И всплывет такой колоссальный фактор поддержки для евро, как ее статус валюты фондирования. Если этого не будет, значит, евро пойдет ниже 1.10, а там уже и мартовское заседание. У нас рукой подать фактически через пару недель. И на мартовском заседании, мы о нем также уже говорили, у нас есть вероятность услышать о дополнительных мерах экономической поддержки со стороны Европейского Центрального Банка. Хочется отметить то, что ключевым фактором давления, точнее, даже несколько причин ослабления позиции главного валютного риска в рамках вчерашней торговой сессии. Во-первых, это то улучшение рыночных настроений, которое мы стали наблюдать еще на азиатской фондовой секции. Действительно, шанхайский композитный индекс прибавил неплохо потом, по принципу циркной реакции, такие же положительные тренды переняла Европа. Далее США улучшение рыночных настроений стало причиной выхода трейдеров из защиты, поддержало спрос на рисковые инструменты. Но прежде всего здесь мы делаем ставку по факту выхода из защиты и конвертируем это в поддержку для долларов. Потому что доллар обычно проигрывает в рамку японской иены. Когда наблюдается обратная динамика, доллар растет и, соответственно, оказывает давление на рисковые инструменты. Против евро вчера эта стратегия сработала. Второй момент. Слабая макроэкономическая статистика. Да, ее было немного, но все-таки мы обратили внимание на индексы производственной активности PMI, Германии и еврозоны. Вы знаете, что статистика снова плохая. По Германии мы получили еще один сигнал усугубления ситуации в одном из ведущих секторов национальной экономики. Что касается всего валютного блока, то здесь также цифры плохие. И у нас еще один стимул готовится к тому, что БИЦБ был по-прежнему проактивным, действовал, может быть, более решительно. Потому что за последние несколько месяцев мы с вами получаем исключительно слабый сигнал, указывающий на то, что экономику нужно поддерживать. А может быть, даже и спасать. Потому что, если вернуться к фактическим цифрам, вашему вниманию сейчас прямо их предложу. PMI в Германии 52 против прошлого 52,3. То есть еще немного, то есть 2 десятых пункта. И, соответственно, мы уйдем ниже 50, который будет сигнализировать уже о серьезнейшей рецессии. И чтобы не допускать ухода этого индикатора в отрицательную зону, скажем так, потому что 50 это, по сути, пограничное значение. Но, конечно же, нельзя допускать такого сценария. Значит, ЕЦБ, может быть, пора уже принимать необходимые объективные решения и, соответственно, поддерживать экономику через те меры, о которых мы с вами уже неоднократно говорили. В общем, по-прежнему настраиваемся на мартовское заседание. Полагаю, что оно будет весьма интересным с точки зрения тех решений, которые мы услышим. А может быть, даже для евро и судьбоносным. Что касается сегодняшней торговой сессии. Из важных отчетов по еврозоне в 10.00 у нас ВВП Германии. И спустя 2 часа в 12.00 отчеты по бизнес-ожиданиям и бизнес-оптимизму ИФА. Напоминаю то, что эта статистика, конечно же, неплохая, но не такая серьезная, как аналогичные индикаторы бизнес-ожиданий от института ЗЮ. Ее мы анализировали на прошлой неделе. Вы знаете, там были исключительно плохие отчеты. Поэтому вероятность того, что и ИФА разочарует, она также высока. Значит, сегодняшнюю торговую сессию, несмотря на праздник, мы можем закрыть по евро-доллару с очередным подтверждением продолжающейся макроэкономической слабости. Что добавит нам еще один аргумент, точнее не нам, а может быть и хотелось бы для ИЦБ, чтобы европейский мегарегулятор все-таки перестал тянуть резину и наконец-таки начал действовать вот уже по итогам следующего заседания. Ну, разумеется, для того, чтобы детально объяснить, опять же, понижательную динамику вчерашнего дня по евро, тех факторов, которые я обозначил, их недостаточно. Поэтому плавно я предлагаю еще перейти на динамику британца и уже отталкиваясь от того фундамента, который был характерен для этого актива, поискать еще одну причину для распродажа европейского валютного актива и главного валютного риска. А, собственно говоря, про фунт против доллара. Вы все также прекрасно видели. Вчерашняя торговая сессия, если мы возьмем закрытие пятницы, видим открытие с гэпом и, по сути, минимальные уровни на 7-летнем минимуме по паре фунт-доллар. 1,4056. Напомню, что наша с вами цель долгосрочная, между прочим, была на отметке 1,40. Я уже было поверил, что вчера у нас были возможности, чтобы добраться до этого ориентира и, соответственно, закрыть еще одну профитную сделку и перекрыть много, скажем, тех неудачных сделок, которые мы пытались провести по факту спекуляции на неспокойном и крайне коварном рынке, когда настроения менялись буквально в одночасье. Вы помните, две недели назад, когда евро активно рос и, в принципе, прогнозировать поведение активов было очень трудно. В общем, по фунту 1,40 я уверен, что этот уровень не за горами, потому что тот новостной фон, который складывается сейчас касательно британской валюты, у нас сигнализирует о том, что фунт туда и идет. Возможно, даже быстрее, чем мы прогнозировали. Вы знаете то, что премьер-министр Дэвид Кэмерон сообщил о том, что достиг договоренности, соглашения с представителями ЕС о том, что референдум будет проведен 23 июня 2016 года, то есть, по сути, через несколько месяцев. Этот референдум будет подразумевать вопрос сохранения членства Англии в составе Европейского Союза. На текущий момент, до летнего референдума, принято решение о том, что Англия не является частью европейского супергосударства. У Англии есть абсолютная автономия на проведение любой денежно-кредитной политики, любой политической линии для поддержки национального бизнеса, как угодно. И, фактически, все будет решаться только после референдума. Нужно понимать то, что если летом большинство в формате народного волеизъявления мы услышим то, что позиция предполагает выход Англии из состава Европейского Союза, это будет самый настоящий прецедент. Распадется валютный блок, ну, не будем, конечно же, так, скажем, агрессивно говорить о том, что он может распасться. Но все-таки вы понимаете, что выхода, точнее, ну, в прямом смысле, действительно, зачем, скажем, пытаться откреститься от того, что действительно происходит. Мы ждали раньше это от Греции, сейчас у нас прецедент идет со стороны Англии. Это серьезный политический риск. И если это случится, нужно понимать то, что британскому бизнесу придется адаптироваться к существованию в совершенно новых экономических условиях. Может быть, даже не дружелюбно, потому что речь пойдет об экономическом взаимодействии с валютным блоком, уже не будучи отчасти этого интеграционного союза. Возможно, британский бизнес к этому еще не готов. И, возможно, и к этому вообще можно ли подготовиться. Как следствие, хочу сказать то, что если это случится, действительно, риски для еще большего усугубления показателей торгового баланса усилятся. Мы, может быть, увидим еще более худшее значение по экспорту. Наверное, такой сценарий мало кому нравится. И судя по динамике фунта британца, то есть он точно не нравится национальной валюте. Нужно также понимать то, что если Англия покинет Европейский Союз, получается, что и риски будут не меньшего характера для валютного блока. Поэтому, может быть, евро также думает наперед, и для того, чтобы создать условия для поддержки национальных производителей, конкурентоспособности национальных производителей, уже идет такое же полномерное ослабление евро, как и фунта. Хотя здесь полномерным, наверное, точно нельзя назвать, учитывая то, что по паре фунт-доллар мы потеряли вчера практически 300 пунктов, но по евро потери были поменьше. Но в целом негативный тренд, он также ясен и понятен. Поэтому возвращаемся снова к политическим рискам. Я думаю, что каждый раз, когда мы теперь будем касаться темы перспектив британца, у нас будет о чем поговорить, потому что эта тема остается актуальной буквально до референдума. То есть до 23 июня у нас несколько месяцев, 4 месяца, по сути, серьезных волатильных торгов. Я думаю, что мы проведем немало еще профитных сделок. Но сперва нам нужно добраться до значения 1,4 и туда, судя по всему, мы сможем пролезть уже до конца этой недели. Далее идем. Доллар против японской иены. На текущий момент мы видим то, что пара продолжает консолидироваться рядом со значениями 113. В целом вчерашняя торговая сессия положительная для доллара. Действительно, улучшение рыночных настроений стало причиной активизации покупок американца. Мы видели рост параллельной доходности американских трежерис. Также это поддержало, соответственно, доллар. Плюс ко всему, утром еще на азиатской сессии вышли плохие данные по промышленному сектору ПИМА Японии, что также повысило возможность того, что и Банк Японии может задействовать дополнительные меры экономической поддержки. Также уже, в общем, в марте. Поэтому контрастность и расхождение монетарных политиков выступило еще одним триггером для роста, соответственно, доллара и ослабления японской валюты. Этот долгосрочный фактор, он, по идее, должен быть причиной и первоисточником того, что USD иена пробьется выше сопротивления 115 и пойдет дальше к тем значениям, которые мы и ставили ранее. Но сейчас нам нужно добраться до уровня 115, но понимаем то, что без какой-то поддержки сейчас, конечно же, продавить это сопротивление не удастся. Нужен серьезный макроэкономический фонд. В частности, на этой неделе у нас будет несколько неплохих с точки зрения влияния на доллар отчетов. Собственно, по факту уже будем говорить, как они скажутся на американце, но я настраиваю вас на то, что, скорее всего, статистика будет неплохой. А значит, у доллара могут появиться шансы на то, чтобы продолжить восстановительное укрепление. И по евро также нужно понимать, что уровень 1.10, конечно же, может пасть. И хотелось бы увидеть то, что это значение окажется уже не поддержкой, а сопротивлением, потому что мы хотим прокатиться на евро-долларе ниже значения 1.10, сначала 1.05, а потом уже и до паритета. Это долгосрочный ценовой ориентир. И здесь также нужен соответствующий катализатор, дополнительный триггер. И я думаю, что с этой задачей на этой неделе смогут справиться данные по инфляции. Но не то, чтобы, конечно же, серьезно ослабить евро, но все-таки позволить ему оказаться ниже уровня 1.10. И это непременно случится, если по факту выхода индекса потребительских цен, по-моему, в четверг уже на этой неделе, мы увидим очередное подтверждение рисков дефляции. И это очень важно будет буквально перед заседанием Европейского центрального банка в марте. И если статистика по индексу потребительских цен будет плохая, ну тогда уж точно 99% того, что денежно-кредитная политика европейского региона будет изменена вот уже в первой декаде предстоящего месяца. Поэтому по доллару снова настраиваемся на рост. Из важных отчетов сегодня стоит отметить данные 18.00 по московскому времени. Это уровень доверия потребителей. Я полагаю, что после хороших данных по рынку труда, роста заработных вклад и активизации потребительской активности, вы помните то, что инфляция у нас в пятницу выросла по факту опубликованных данных, считаю то, что у этого отчета есть все основания, чтобы оказать сегодня поддержку для доллара через хорошее, скажем, значение. Особенно по сравнению с прошлыми данными. Поэтому от сегодняшней статистики я жду давление на евро, то есть это отчеты ИФА, бизнес-ожидания Европейской Германии. Потому что, скорее всего, мы увидим слабые цифры. И поддержку для доллара через статистику от уровня доверия потребителей. Из других валютных активов хочу отметить пару USD-свисей. Вы помните, у нас было в качестве ближайшего ориентира паритетное значение. Мы добрались до этого значения, потому что вчера хай был 1, даже 0,01. Но потом мы слегка просели, актуальная котировка на текущий момент. Одну секундочку. 1, точнее 0,99,61. Если кто-то из вас еще не успел присоединиться к длинной сделке по USD-свисе, не расстраивайтесь, потому что паритет был только ближайшим с того времени ориентиром. Мы смотрим на более высокие значения. Это 1,03, а может быть даже еще повыше. Поэтому у вас есть возможность, чтобы заскочить еще в уходящий поезд и, соответственно, прокатиться на росте американца против швейцарского франка. Тем более, что у нас в арсенале длинные идеи по этому тандему валютных активов. Есть комментарии Джордана, то есть председателя Национального банка Швейцарии, о том, что готовность мегарегулятора по возможности проведения валютных интервенций не должна вызывать ни у кого вопросов. Интервенции возможны буквально в любой момент. Собственно, на этом все. Про важные макроэкономические данные мы с вами уже поговорили. Соответственно, на что сегодня стоит ориентироваться, вы знаете. Большое вам спасибо за внимание. Если есть вопросы, каналы коммуникации прежней. Это YouTube, где у нас есть свой, соответственно, раздел. И форума Markets, где вы можете оставлять вопросы по аналитике, также в рубрике, которая посвящена аналитике финансовых рынков. С радостью на них отвечу. Еще раз со всех с праздником. Увидимся, соответственно, в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго. До свидания.